И здравствуйте, дорогие друзья, зрители портала «Аргументы и факты в Украине», сегодня в гостях, замечательный человек, талантливый музыкант, Ермак. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопросов очень много, заранее извиняемся перед нашими зрителями, что мы хотя бы сотую часть вопросов успели задать. Конечно, Саша, вопросы, как всегда, одни и те же. Так что, такова жизнь. Читатели, поклонники ваши все равно интересуются, спрашивают, вопросов очень-очень много. Приступим к вопросам. Самая вот новая новость, это вот клип «Мама». Расскажите немножко, как это все было. Клип и песня, да? Да, песня была написана, на самом деле, до этого. Просто была, мы ее никак не могли сделать. Все, все не получался припев, потому что я же говорю, я такой себе певец. Все, и она так лежала. И тут меня пригласили в детский дом, в ракитный детский дом «Чебурашка». Я приехал, мы приехали там с волонтерами, с подарками. И в детском доме был мальчик, о котором в заявке, ну, в заявку не подавали на него, там, в благотворительной организации. И мы даже не знали, ну, мы приехали и не знали. Мы приезжаем, у него еще день рождения. И всем, как бы, подарили подарки, а ему нет. И так, как-то, на душе стало не очень хорошо, что, как бы, в день рождения ребенка приехали в детский дом без подарка. Ну, мы ему подарили, там, первому мяч, там, дали выбрать все, что он хочет, все. Ну, и он меня так поразил, потому что, вот, у него энергия какая-то, вот, необычная, такая, не знаю, как-то это делится, наверное, люди делятся на какие-то, на какой-то уровень восприятия. Вот, у него, мне кажется, от того, что энергетика от рождения какая-то такая сильная и приятная. Вот, вот, он сразу, вот, с первых секунд, знаете, как стал любимчиком моим, так сказать. Вот, не люблю, когда вообще любимчиком, ну, вот, правда, вот, просто притязание какое-то, вот, он мне очень понравился. И я к нему подошел, говорю, там, давай в футбол поиграем, все, начали с ним посылаться, такое. Он говорит, вот, говорю, а что бы ты хотел, говорю, там, чтобы я тебе привез в следующий раз. Он говорит, вот, всем привезли, а мы не привезли ничего, хочу взувку. Говорю, шо? Говорю, ну, взувку, взувать на ноги, там, бутсы хочу, и гетры со щитками. Я говорю, ну, все, говорю, в следующий раз я приеду, куплю тебе бутсы, говорю, хорошие, говорю, чтобы ты, говорю, вот, вот, первым парнем, который был на ракетные, это, это, ну, доброе. И вот это я приехал домой, и, там, вместе с Валиком, с режиссером, с которым мы очень много всего клипов снимаем, сериал, и все. Вот, он, оно как-то сбежались вообще мысли, он говорит, вот, говорит, у меня есть такая идея, он первый начал этот разговор, когда мы думали идею клипа, говорит, вот, у него тоже в жизни была такая ситуация, он своего ребенка водит в садик, и я так понял, что там девочка, которую тоже взяли с детского дома. И он говорит, вот, мне как бы так хотелось про этих деток снять, ну, какой-то клип, говорю, и я, вот, говорю, приехал, прям на эмоции, говорю, мне так мальчик один понравился, я говорю, прям его можно, мне кажется, снимать, он очень органично будет смотреться, и энергия такая настоящая будет от него. И, короче, мы, там, быстро придумали этот клип, расписали, и сразу же поехали практически снимать. Я вот говорю, я люблю такие клипы от того, что, ну, во-первых, не люблю актеров, прям вообще не люблю актеров, очень мало хороших прям актеров, которые по-настоящему играют. В основном все переигрывают, начинают какую-то клоунаду включать, ну, все, все как-то не по-настоящему. Или, или там, какие-то такие среднячковые актеры начинают загибать пальцы, типа, там, какие-то Агана Рары, простите, или что-то такое, ну, цирк, прямо, правда. Не легче попросить, вот в наших клипах всегда снимаются, в основном, обычные люди, какие-то там, мои друзья с Борисполя, там, еще кто-то. Ну, что, я подбираю под персонажей клип сразу человека с определенным похожим психотипом. То есть, ему не надо играть, ему в основном надо быть самим собой, вот и все. И в этом живет настоящая энергия, она вот, от этого она и сильная, мне кажется. И так мы всегда делаем, и вот так решили, ну, на этот раз сделать. Я же говорю, что даже то, что мы придумали развитие сюжета клипа, там, где мальчик засыпает с фотографией мамы, мы приехали рассказываем директрисе детского дома, вот, идею всего клипа, там, все. И она говорит, откуда вы знаете, говорит, кто вам рассказал, говорит, дети говорят, что он действительно засыпает с фотографией мамы, там, ему бабушка, или кто оставил эту фотографию, помятая такая фотография. Он мне потом ее показывал, рассказывал, кто, где там, где там бабушка, где там мама, все это. Вот, и то, что мы придумали, вот, настолько сходится с жизнью, потому что, ну, действительно, просто, мне кажется, мы погрузились искренне в эту тему, так глубоко, и попытались сами прочувствовать то, как этому человеку на этом месте, да, и даже попали в такую деталь, как фотография мамы, да, там, это. И вот сняли такой клип, и для меня это, наверное, может, и самый лучший клип, который я снимал, потому что в нем еще есть доброе дело, мы в конце повесили телефон социальной службы, и кто хочет усыновить, мне хочется, чтобы такого прекрасного мальчика, он действительно очень крутой, ну, правда, есть, знаете, какие-то там разбышаки, там, ну, разные дети по своему характеру говорят, он просто реально крутой мальчик, вот, вот, добрый он такой, такой, ну, энергетичный в таком возрасте, я тоже в таком возрасте, гонял себе, где попало, то есть, ну, то есть, нормальный вполне ребенок, вообще, мне очень хочется, чтобы все-таки он обрел хорошую семью, и мы пообещали, что со своей стороны мы все проконтролируем, потому что вот директриса детского дома нам рассказала очень много всяких ситуаций, когда берут под опеку, и дети просто рабами становятся, за них получают, там, от государства, там, 4 тысячи гривен, по-моему, за ребенка, что-то такое, говорит, и там, и в село забрали, говорит, недавно троих, они там просто как рабы пашут, за них еще деньги получают, там, еще одна ситуация, за одного ребенка навоюет, потому что взяла женщину, от которой родная дочь сама сбежала, сына она отдала в какой-то спортивный интернат или что-то такое, и она взяла в детском доме под опекунство ребенка, и тоже ребенок от нее убегает, она там его вроде и бьет, и все, что хочешь, то есть, дошло до того, что ребенок ночью убежал к своей родной матери, пьянице, и говорит, пожалуйста, забери меня, потому что это вообще ад, она жизнь. Ну, то есть, вот такие моменты, и она, говорит, очень двояркие, казалось бы, да, вроде ребенка куда-то там забрали, но, говорит, люди очень корыстно к этому подходят, и очень плохих случаев, вот, потому мы пообещали, что мы такую ситуацию проконтролируем, и дай бог, у Сережи будет хорошая семья. Дай бог, спасибо вам за ваше дело. Да, но это же, она мне хорошо. Вторая такая вот глобальная тема, вот, тур по Украине и концерт стилю Блази 24. Чем будете удивлять, что будете показывать феерическое шоу? Я не скажу, что оно будет феерическое. Знаете, в чем является феерическое шоу всегда у нас в выстреленности, в эмоции? Вот я сходил там на несколько концертов «Наши звезды», они все начинают вот это там лицемерить, рассказывать какие-то такие вещи. Ну, то есть, вот, чувствуется, что они искренне, как тюз какой-то, театр юного зрителя попал, где мне пытаются что-то впарить. Вот, вот, правда, и меня это такое отвращение вызвало, прям вообще, прям, хотя достаточно неплохих артистов я ходил, да. И у нас, я всегда говорю о том, что волнует, неважно, какое эмоциональное состояние, разные концерты по своему эмоциональному. Знаете, как футбольный матч, вот, бывает такое, но бывает такое, вот так же и концерты. Всегда от того, что мы искренне к ним подходим, мы всегда говорим о том, что волнует, по-разному проходит. Например, если в Харькове, там, в субботу это был просто взрыв невероятный, там, не знаю, лучший концерт в этом году был, прям, то во Львове, от того, что там, перед концертом, во время концерта начали дарить там вещи, там, ребят, которые, там, купили уже билет на концерт и погибли в АТО. Ну, и, ну, я не могу как-то равнодушно к этому относиться, ну, не знаю, просто, такой я, может, человек. И, и меня это сразу нагрузило, и концерт, понятно, пошел вот так, ну, потому что, ну, я не знаю, короче, как можно просто равнодушно, там, взять флаг человека, человека, который купил билет на концерт и, и, и погиб на днях. Ну, то есть, ну, меня сразу это вызвало, конечно, просто бурю эмоций, и концерт пошел таким грустным, так, немножко нагрузным, вот и все. И вот, мне кажется, вот это самая главная, самая главная фишка всех наших концертов, это то, что мы говорим все, как есть, обычными словами, всегда искренне там. Если концерт получился, мы говорим, что это был крутой концерт, если концерт не получился, я в конце концерта, я говорю, что сегодня, ребятки, я говорю, вы там где-то не доработали, или мы не доработали. То есть, ну, это не умею врать, ну, вот херовый концерт, ну, вот бывает, ну, такое, тут не идет что-то, какого-то нет взаимодействия между тобой и публикой, энергия какая-то, ну, нет взаимодействия энергетического. И, конечно, таких, такие концерты редко бывают, но все равно хочется, конечно, чтобы их было поменьше. Да, почему-то, вот есть какие-то движения в космосе, или что-то такое, я замечал вообще по жизни, там, как люди, в какой день люди ходят гулять, там, в какой не ходят. Вот бывает, ты сидишь дома, и вот у меня чисто какое-то интуитивное повышенное чувство энергии в обществе, что вот я, когда, вот, мне там, там, как-то не очень хорошо, вот я не могу понять, отчего это, это, ну, не знаю, психология, это называется коллективное бессознание, или как-то так вот. И вот я чувствую, что вот как-то не очень, я смотрю, люди там не очень, там, выходят в парк или куда-то там прогуляться, все по домам сидят. А есть такое же наоборот, вот, какое-то такое хорошее энергетическое поле вокруг, и от этого тоже получается их хороший концерт. Ну, то есть мы зависимы тоже от общества, от вот этого коллективного бессознания, потому по-разному проходят концерты. Этот концерт в Киеве будет интересный, потому что он будет связан с космосом, с вообще темой того, что мы дети космоса, об энергии, о всем таком. То есть я не хочу, мы когда думали эту всю тему, я просто там свято исповедую то, что мы там дети космоса, и все в жизни завязано на энергии, да. Я просто не хочу ее как-то навязчиво подавать, там, и на концерт, и вообще хочется, чтобы это все было в такой игровой доступной форме, чтобы людей не грузить, потому что у вас, ну, не хочется кого-то получать, к чему-то вести, вот, может, у кого-то другое мировоззрение и все остальное. То есть это будет, знаете, как такое повреждение в какой-то фильм и в мою точку зрения, я думаю, что многим должно понравиться, потому что, ну, это все настолько невыдуманно, это законы физики и природы, которые доказаны, это не то, что там, какие-то там мои домыслы или что-то такое, или я какой-то, знаете, как баптист. В Борисполе всегда таких людей-баптисты называли, которые ходили по домам, вы верите в Бога? Такое, не хочется такого, хочется, ну, показать еще какую-то точку зрения, которая существует в этом мире, у которой есть аргументы и факты. Супер. Будут новые песни? Да, на концерте будем исполнять, я думаю, я постараюсь успеть, просто эта песня вообще мне прям очень нравится, я ее долго уже пытаюсь сделать, но банально от нехватки времени, то клип снимали, то потом я сидел монтировал и банально не успеваю второй куплен дописать. Может, ее просто вот так в живом каком-то лайвом формате мы просто сделаем. Мы очень много этой песни делаем, та же песня «Мама», изначально ее даже не было в записи, мы ее исполняли уже на концертах, потому что банально не хватало времени там записать ее, сделать до конца, вот. И эту песню я тоже хочу постараться сделать, она называется «Черное золото», и она такая глобальная тема. И думающие люди, я думаю, им очень понравятся, потому что там какие-то такие обычные истины, которые очень близки всем. Спасибо. И такой вот тоже глобальный, наверное, 60% вопросов о том, когда будет, где проходить концерты, поедете ли вы в Беларусь, в Казахстан, в Россию, в Латвию, в Европу, в США? Да, я на самом деле с удовольствием бы поехал, но вот единственное, куда мы сейчас не едем, это в Россию, я пообещал, что когда закончится вся эта история, когда все-таки наладится ситуация, я сделаю вообще бесплатный тур по всей России, и у меня есть идея такого тура. Просто если люди думают, что я делаю что-то в корыстных целях, или я поддержал Майдан в каких-то корыстных целях, то это просто ваши какие-то личные там домыслы и заблуждения, на самом деле. У меня есть идеология, которой я придерживаюсь, строго придерживаюсь, и доказываю это все действиями. Если я поеду в тур по России, то первый тур я хочу сделать бесплатным туром по России, и все деньги, которые будут собираться, будут идти в какие-то местные детские дома, и я не хочу... А что должно произойти, чтобы ты поехал в Россию? Что должно произойти, произойти какие-то, мне кажется, в первую очередь, даже дело не в войне, и в том, что происходит, а дело в том, что в обществе, общество выбрало какой-то вектор, не знаю, очень негативный, и то, что читаю, там, то, что пишут люди, ну, не знаю, может, это тролли, может, это еще... Ну, Россия велика, и дураков хватает, да, и хватает хороших людей. Ну, вот, я вижу, что все равно какая-то большая часть населения России выбрала какой-то вектор, который мне не совсем родной, он какой-то деструктивный, да, вот. Я сам... Есть люди, с которыми даже вступал в какой-то диалог, и, там, говорю, что я, там, борюсь за справедливость, за все остальное, за то, чтобы изменить власть. А у них настолько во многих людей сформировался такой... такая форма вообще жизни в обществе, что, типа, да, ну, как это воровать перестанут? Ну, то есть, ну, типа, есть какие-то вещи, которые настолько вросли в менталитет людей, что они не верят в то, что может быть по-другому, вот и все. А я борюсь за другой, и от этого происходит какой-то, не знаю, диссонанс, что-то, какое-то отторжение у многих людей там. Ну, я же говорю, я знаю кучу людей, которые так же мыслят, как и я в России, которые, несмотря на всю эту ситуацию, на все, так же хотят менять этот мир в лучшую сторону. Потому что наступит такой момент, когда-то, оно будет, ну, мы почувствуем это, просто почувствуем, вы увидите, вы почувствуете там, в России. Просто будет такой энергетический какой-то, не знаю, вот, гармония, да, что просто это будет нормально. Сейчас вот у меня нет какого-то такого теготения к тому, чтобы поехать там и о чем-то говорить. Это все равно будет какая-то определенная, ну, типа, не знаю, информационная война, мне кажется. Ну, то есть я буду свою точку зрения доказывать, и там люди какие-то свои. Не хочется, хочется, чтобы это было не навязчиво, а в нужное время, в нужном месте, вот и все. Я не отказываюсь, когда у меня нет людей, там, у меня отношение к России ровно такое же, как к Аргентине, Бразилии, США, Англии, там, и другим странам. Как ко мне, так и я, вот и все. Ну, то есть, и делю я людей только на хороших и нехороших, порядочных и непорядочных, неважно откуда, вот и все. И не делю людей там на классы, на цвет кожи, на все остальное. То, о чем я говорю в песнях, я это поддерживаю все в жизни, это не просто так сказано. Поэтому наступит такой момент, мы приедем. Что касается Беларуси, я удивлен, потому что на самом деле с Беларуси вообще не поступают письма по поводу концертов. Мне куча людей пишут, прям куча в Инстаграме. Когда концерт в Минске, не знаю, от чего, может, там организаторы все исповедуют пророссийскую точку зрения какую-то и не хотят меня вести, не знаю почему. Казахстан тоже ни разу не присылали запросы по поводу концертов. Просто, знаете, мы ведем свой бизнес так, как, ну, мне кажется, не так, как другие артисты. В основном все пытаются себя нападить, то есть, ищут там организаторов, пытаются куда-то поехать. Мы никогда не едем до того момента, пока нас сами не позовут. То есть, вот, если позовут, значит, действительно, мы обвели какую-то популярность в этой стране, в этом городе. И, значит, мы что-то там дособерем по людям, и какой-то концерт получится. А если не забудут, значит, недостаточный уровень популярности, мне кажется. Вот. И я думаю, что мы просто будем больше работать над собой, над своей музыкой, чтобы она обретала все больше сил. И тогда, я думаю, что мы будем колесить по всему миру. Да, по всему миру, вот Ярослав спрашивает, если будет так одно из, будете делать вход в Европу? Видел, по афишам, вы делали концерт в Италии. Да, в Италии был концерт такой, нас пригласили ребята, человек, один парень украинец, один молдаванин, мы делали там какие-то мероприятия в Риме, вот мы ездили выступать. Но, мне кажется, в Европе очень какой-то слабый уровень вообще именно концертной деятельности. Он говорит, что даже те концерты, которые там делали, там всяких мировых диджеев, там еще кого-то, прогорали ужасно, как-то что-то. Даже я вот ходил по Риму, там был, там, в Барселоне, там, в других, знаю. Хожу как-то, вот, не знаю, в плане, даже по афишам смотрю, как-то вот слабый репертуарчик в плане того, что происходит. Я так смотрю, что американские звезды там просто врываются нормально на европейские деньги, да, но, ну, а так вообще скудненький такой репертуарчик, я смотрю, не знаю. Может, мне так показалось, но вот в нескольких странах, в нескольких городах я не увидел чего-то такого, чтобы даже, даже афиши какие-то примитивные. Даже у нас как-то дизайнеры получше работают, правда, там, вот. Может, местные звезды, я их не знаю, и поэтому об этом кажется. А вот в Америку, в Канаду приглашали? Не, не приглашали, еще, когда только начиналось, что-то были какие-то приглашения, сейчас, сейчас вроде тоже там что-то рисуются, какие-то города там в Америке, там, какая-то диаспора украинская, там, вроде бы что. Ну, я не знаю, на самом деле, оно все такое, вилами по воде, когда будет что-то действительно по делу, то... Я же говорю, мы неумеем напрашиваться, есть куча артистов, которые, знаете, за то, чтобы поехать по Америке, там, покружить, готовы там все, что хочешь сделать, да, типа, мы, нет. Если нас пригласят, мы там поедем, да, будем стараться выступить хорошо, сделать хорошие концерты, чтобы это заполнить. А вот так навязываться, типа, ездить по ресторанам, петь, типа, это не наша движуха. Спасибо. Открутим что-то о своей команде. Мы, 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 вот. Кто это мы? Потому что, если бы не эти все люди... Расскажи о них подробнее, кто это, кто эти люди все. Это... я не знаю, как это все рассказать, потому что все, с кем я познакомился в этой жизни, это нелогические какие-то, нелогическая цепочка. Например, Рома, ну, с которым мы сейчас... Рома там отвечает за всякую... Ну, как бы, мы уже доросли до, действительно, музыкального бизнеса. Это уже не какой-то, там, школьники с микрофонами. Рома, с Ромой мы познакомились, он сидел в жюри в КВНе всегда. Он знал меня, мы, там, ну, общались немножко. Ну, и не скажу, что там супер-пупер. Он когда на одном конкурсе, я там зачитал одну песню, забыл два куплета, это было самое ужасное выступление в моей жизни. Я стоял что-то малым языком, просто это стыд. Был ужаснейший, я ждал, пока начнется припев, и девочка начнет петь припев. Он говорит, ты знаешь, говорит, ну, в этом есть энергия какая-то. Я не знаю, как так его. Ну, а Рома сам, он вообще, у него там интернет-провайдер, он у него какой-то свой, там, бизнес, он занимается, там, пластмассовыми трубами. Ну, то есть такой, вообще, ну, человек, которому просто нравится творчество. Он, там, немножко старше меня, там, и он подошел ко мне, говорит, ну, короче, мне понравилось. Я говорю, ты что, шутишь, я два куплета забыл. Из двух куплетов я забыл два куплета. Как мало, что там мало. Он говорит, ну, не знаю, вот есть какая-то энергия. Вот, ну, говорит, давай я тебя познакомлю с человеком, который занимается сейчас рэп-концертами, там, и пусть он послушает твои песни. Он меня познакомил с Валиком. Валик родом с Магадана. Живет в Киеве. Тоже занимается каким-то интернет-бизнесом. Я даже до сих пор, мы сколько лет дружим, я не знаю, чем он занимается. Ну, то есть, Валик на тот момент делал концерты, там, всяких рэп-исполнителей, там, Баста, Нойземси, АК-47, там, разных, короче. Он послушал песню, там, Пидоросея, и такой, говорит, ну, типа, прикольный Степ. Типа, там, такое. И мы начали что-то делать. Вот, Валик меня познакомил с Тимом. Тим, это оператор, который на тот момент снял клип Басти и Гиги Здрасте. И мы посмотрели, типа, очень круто снял, а парень до этого дрифты, в основном, снимал на фотоаппарацию. И говорит, давай вот попробуем просто снять клип. То есть, Тим, там, согласился за полторы тысячи гривен его снять, там, все, то есть, короче, такое. И мы попробовали снять этот клип, Пидороссия, и я собирал эти сумочки. И это все, это просто было, это, я не могу передать, как это было, а тогда же там мода была такая. И я звоню, понятно, у кого ты возьмешь сумочки, у таких же, как, о ком я пою, я звоню, там, Серега, говорю, надо сумочка, там, для клипа. А что за песня? Ну, Пидороссия. И этот, и он такой, не, 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 все, типа, это. И в основном, ну, все морозились, потому что, как бы, я их оскорблял, тем, что я там что-то у них прошу, там, или что-то такое. И я помню этот момент, как я еду с этой сумкой лото футбольной, набитой реквизитом, этими розовыми сапожками, там, резиновыми, ну, то есть, ну, такое. И, ну, и как мы вообще снимали этот первый кирпич? Ну, так мы обрастали людьми, сейчас у нас действительно большая уже команда, мы берем, там, людей, там, на работу, прям, мы стали лейблом полноценным. И с каждым днем наша команда растет просто от того, что у нас в Украине вообще очень скудно, прям, с профессионалами в этой сфере. У нас, ну, правда, очень-очень мало хороших, там, всяких продюсеров, там, всего, каждый, каждый ветер, который не возьмешь, реально, очень слабый уровень. Вот, и потому очень тяжело найти хороших, действительно, себе сотрудников, хоть мы там и ищем, в постоянном поиске находимся, там, по разным направлениям, действительно, очень тяжело. Потому что наш шоу-бизнес настолько был развит до этого примитивно, были определенные количество продюсеров, их, там, 3-4 человека были, которые собирали группы из девочек. Была монополия в телевещании, радиовещании, и девочки ездили по саунам, зарабатывали бабки, и все было здорово. Вот, вот, все настолько было примитивно. Потому и такой низкий уровень нашей музыкальной индустрии. И вот мы пытаемся как-то его поменять, там, не все получается, потому что, ну, нельзя обогнать время, мне 24 в эту субботу, получается. В основном люди в моем возрасте бухают, ходят на дискотеки, вообще еще мало о чем задумываются. Ну, а от того, что, я же говорю, в первую очередь для меня ответственность, потому что, я же говорю, даже то, что я вписался в Майдан, все остальное, то, что я поклялся, там, что буду бороться за свою страну, за все остальное, но я привык отвечать за слова, и от этого я несу огромную ответственность. От этого мне еще больше приходится углубляться в какие-то процессы, которые, возможно, мне не нужны, но если я уже влез в это, я буду ввести все до какой-то финальной стадии позитивной, да. И от этого эта ответственность давит на меня в плане того, что я должен делать с каждым днем, как я должен сам становиться лучше и какой подавать пример. Вот так. А, спасибо. А что изменилось в тебе, может быть, в твоем творчестве, вообще в окружающем мире, после Майдана, вот имею в виду? Я думаю, что прям все изменилось, правда. Если бы Дэйт Вай был каким-то, ну, правда, проектом, но так если со стороны посмотреть, какая-то форма клипов, там, какой-то персонаж Гусь, там, ну, как-то, знаете, очень сложно, действительно смахивать на проект. Хоть мы это все делали совершенно не так, мы это делали в прикол и все остальное, тоже как-то старались складывать душу, просто от того, что мы смотрели, вот, ну, все равно ты поневоле смотришь этот шоу-бизнес и берешь с него какой-то пример, да, какие-то там формы, методы перенимаешь и все остальное. Мы хоть как-то все равно старались максимально эту историю сделать такой тружной, настоящей, все равно влияние, вот, глобальное шоу-бизнесовское давало от себя знать на наши ошибки, которые мы совершали. Мы не знали, какую силу имеет музыка, мы вообще не разбирались в музыке ничего, я когда, там, пидороссия вышла, я не знал даже, что в оранжировке должна быть партия баса, вот, настолько все было, ну, настолько примитивно мы относились к такому понятию, как музыка, и потому совершали столько, ну, каких-то ошибок, которые потом сделали выводы, и от этого поменялось наше творчество, потому начали говорить, что я там стал каким-то занудным, грустным и все остальное. Ну да, потому что я несу ответственность уже за то, что я говорю, я знаю, как мы снимали клипы, и я говорил, густый дебил, и как в каждом городе, от Карпак до Владивостока, все дети на концертах бегали и говорили, густый дебил, и, ну, это, конечно, какой-то родоприкол, да, это все не серьезно, но все равно, ну, я понял, как действительно музыка имеет влияние вообще на общество, вот, и решили прямо теперь делать то, что только позитивно влияет на общество. Понятно, мы не идеальные, там, чтобы сказать, знаете, мы там, прям такие вот правильные, такие вот, нет, ну, мы такие же, как вы, просто стараемся как-то заниматься с собой, эволюционировать над собой, добираться до каких-то важных, там, вещей в нашей жизни, да, то, что только улучшает нашу жизнь, ни в коем случае не приводит к дегадации, как в основном сейчас половина русского рэпа, то, что делают, да, я вообще просто, я не знаю, как люди, какой повышенный уровень дегадации и агрессии в обществе, что они воспринимают это как, типа, нормально, что для меня это вообще чуждо, и я вообще не могу назвать это рэпом, или музыкой, или вообще творчеством, вот и все. Поэтому мы выбрали такой путь, который, вот, если ты будешь слушать наши песни, ты ни в коем случае не будешь, там, катиться по жизни вниз. Наоборот, ты будешь подмечать какие-то вещи, ты будешь говорить, а, и я так живу, а, и да, вот, это у меня тоже в жизни было, а, интересно, вот такой выход из этой ситуации. То есть, ну, только позитивный выход во всех наших песнях, хоть и музыка немножко хрустнее стала. Потому что, действительно, с моей точки зрения, мир затягивает тьма, и все дальше и дальше происходит более каких-то негативных вещей. Ну, вот вчера я, кстати, посмотрел документальный фильм по поводу, там, времени, пространства и всего, и ученые доказали, что по природе вообще это необратимый какой-то процесс, начиная от теории Большого взрыва и всего остального, по природе все идет к, там, деструкции, к расширению. Даже вселенная глобально через 100 миллиардов лет настолько все будет доробиться, на куски разлетаться, что через 100 миллиардов лет не будет звезд, мы будем жить просто в пустоте, как будто, вот и все. То есть, это закон, было показано на примере, как разбивается бокал с вином, да, и говорит, по законам физики, на самом деле, если поменять движение всех частиц, то он может в обратную сторону и собраться. Но, говорит, почему-то так не происходит, говорит, и вот начиная от того, как взорвалось, там, что-то, там, газы, все остальное, как сотворилась планета, все вот, все доробится пока. И вот так, может, и, может, это, не знаю, я думал, уже вчера над этим задумался, может, это действительно какой-то природный нормальный процесс деградации, ну, не знаю, но... Деструкция такая. Ну, да, я пока, знаете, в 24 года еще рано еще делать ледовый, вот, я пока нахожусь в поиске пути, да, и пытаюсь хотя бы к чему-то докопаться, да. Все, вот, увлеченный наукой и познанием сюда и космоса. Да, да, потому что, мне кажется, это интересно, это только улучшает нашу жизнь, там, я не хочу жить плохо, я хочу прожить счастливо, да, все мы говорим, каждый из нас хочет прожить счастливо, но никто не знает, ну, вообще эту формулу счастья. Она так же, как 2 плюс 2, 4, так же есть и формула счастья, вот, ну, то есть, я когда там со студентами, там, провожу какие-то, там, лекции, там, мы встречаемся, конференции такие дружественные, я рассказываю, у меня есть определенная формула счастья, с которой я делился с разными достаточно умными людьми, которые говорят, да, это так, ну, то есть, вот. Ну, сейчас не буду запихать, еще расскажу вам когда-то. Конечно, в следующий раз расскажу, сделаем целую онлайн, посвященную формуле счастья. Так, вопрос, многое задают ребят, ваши поклонники, учтатели наших, по поводу, вот, будет ли еще песня украинскую мову? Да, будут песни на украинском языке, обязательно, просто, ну, вот, не нашел я еще такую форму того, как это у меня будет звучать, вот, 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 еще не все получается, вот, первый трек мы попробовали, я и до этого говорил, что если трек будет веселый, то он будет звучать на украинском языке, если в этом будет какая-то философия, что такое, оно будет слишком как-то напыщенно звучать, так, ну, вот, я многих украинских рэперов, там, которые, там, делают рэп на украинском слушаю, оно мне не нравится, потому что оно как-то так звучит, так, чересчур, не знаю, поучительно, потому что фонетика сама украинская, она очень такая, ну, необычная, она очень такая мягкая, все, и оно как-то не гармонично с рэпом самим сочетается всегда, потому что рэп немножко это резкая такая протестная музыка, когда ты вверхскую протестную музыку добавляешь в мягкой фонетике, то оно так не всегда... Лирические, получается. Да, то есть, вот, лирические песни могут быть действительно невероятно красивые, я думаю, что действительно песня, которую я сделаю, она будет лирическая, ну, в принципе, в языке такая мягкая, добрая, красивая, как вся наша украинская футболка. А английский язык будет? Есть у меня вообще в планах, да, делать, сделать, разорвать мир, да, и, ну, это все в будущем, вот, я пока, есть определенные этапы, не хочу распыляться, то раньше я год назад был здесь, в этой же студии, только на «Консомольской правде», да, и говорил, что там я хочу «Брейми», там все остальное, ну, это, конечно, мои мечты не отпали, и я продолжаю к этому всему двигаться, но все-таки я какие-то краткосрочные пока планы начал себе ставить, которые надо в первую очередь выполнить, потому что потом рассеиваешься и непонятно к чему движешься. Пока у меня Украина, ближние страны, с которыми мне хочется пообщаться, потому что наши концерты – это в первую очередь общение. Я всегда общаюсь, им всегда интересно, вообще энергия зала в каждом городе, она на самом деле везде по-разному, в каждой стране, мы до этого ездили в Минске по-другому, в Москве по-другому, в Новосибирске совершенно по-другому, то есть везде энергия разная, и везде хочется повзаимодействовать в этом плане, что-то свое донести. А вообще проводите фан-встречи после концерта? Потому что люди жалуют, что в Харькове не провели еще, ну, что еще. Просто в Харькове была такая ситуация, что мы приехали совершенно другим составом. Опоздали. Да, не, мы не опоздали, просто получилось так, что мы приехали совершенно другим составом, от того, что один артист, с которым я выступаю, поехал в Берлин снимать клип себе, и, скажу откровенно, он просто забыл о том, что у него концерт в Харькове. И в последний момент мне пришлось собирать старую гвардию всех, кто со мной когда-нибудь выступал, и как-то выкручиваться. И это был самый худший саундчек в моей жизни за всю историю, потому что ребята, ну, от того, что я понимаю, их выдернул, типа, завтра едем, а не половину новых песен там, не знают ничего. То есть, ну, был очень тяжелый саундчек, еще все не так хорошо звучало, и от этого не было времени провести фан-встречи. На самом деле мы, ну, в основном проводим, сейчас вот делаем фан-встречу в Киеве, кстати, она, скорее всего, будет в пятницу, вот сейчас мы этим занимаемся, еще там финальные какие-то штрихи, и скоро мы уже, там, может, сегодня даже вечером выкинем информацию, где она будет, как, и время, и все. Мне интересно проводить, потому что мне интересно слышать то, что интересует людей в данный момент, какие у них настроения тоже. То есть, для меня это очень важно, от этого и формируется в очень многом и мое творчество. Поэтому делаем, очень люблю встречаться со студентами, недавно была встреча со студентами Шевченко и Аграрного в крутой форме. Тема была посвящена тому, что нужно идти на выборы, нужно брать на себя ответственность и голосовать все-таки, не спать, не бухать за день до выборов. А действительно, это важная тема, которой нужно подходить серьезно, если мы хотим поменять что-то в этой стране. Вот, и было реально очень круто. На улице проходило, достаточно холодно было. Ребята построили такой лекторий из щитов вот этих деревянных монтажных таких. Прям такая маленькая лектория была, прям очень круто. Мы общались со студентами, пришли разные ребята, пришли пьяные какие-то, которые рядом борщ ели на фестивале борща, который одна из партий организовала. Ну, это все такое, знаете, были всякие провокационные вопросы, из которых я просто угорал, просто когда выбившие чуваки начинают тебя типа троллить, ну, такой это просто цирк был. Но суть совершенно в другом была, мы общались с ребятами вот на такие тоже важные жизненные темы, и мне кажется, и им понравилось, и мне очень понравилось. То есть мне такие интересные встречи нравятся. Главное, чтобы они, чем больше людей в этом принимают участие, чем больше я доношу какой-то своей созидательной идеологии массам, тем более вероятнее, что я в каких-то там движухах принимаю участие. Да, мы зарябуем кипиш, кроме голодовки. Да, мне просто нравится, потому что, действительно, будущее за молодым поколением, я в него очень верю, пока оно еще до конца не сформировалось, пока этот воровской менталитет не вгрызся в их жизнь, не стал нормальностью, да, хочется действительно как-то с ними, вместе с ними заодно по-другому строить нашу страну и этот мир вор. А у нас куча достойных людей, и главное, вот не дать, чтобы вот эта злая тьма, эта воровская система захватила и их мозг, чтобы они когда-то в какой-то момент разочаровались и сказали, да ну его нафиг, пойду я воровать там или что-то такое, зачем что-то выдумать, какие-то новые технологии или что-то такое лучшее. Все воруют, и я пойду, вот не хочется, чтобы так было. Спасибо, только перейдем немножко к другому вопросу. Виктор спрашивает, как ты познайомился со своей девчиной? Это была вообще смешная история, нас познакомили наши знакомые общие, мне как-то, ну я очень так, ну, подхожу серьезно к вопросу отношений, и ко всему, я там в основном там больше пару недель там ни с кем не встречался, потому что вот если я вижу, что человек мне не родной, там в каком-то плане все, никаких больше отношений, то есть я не скажу, что я бабник, потому что ты такой, наоборот, просто вот для меня это такая интимная тема всегда была, и человек должен прям энергетически мне подходить. И мне показали Аню, наша общая знакомая, оказалось как, то есть Аня уже когда-то, ну Аня-то моя девушка, она увидела в Инстаграме у нашей общей знакомой Таты фотографию с Литвы, где мы там были на телеканале на одном интервью, и она типа просто, а что это за симпатичный мальчик? А я-то об этом не знал, и Тата приходит на студию, это же вот наша общая знакомая, говорит, Саня, давай я тебя познакомлю с одной девочкой, она, ну, очень хорошая такая модель, очень такая интересная, веселая, вот к нам в гости приходила такая шутница, прикольная девочка, нетипичная вот эта в то губы дует, ну то есть такая и модель вроде, но и девочка сама там и листовки раздавала на разных выставках, и все, то есть достаточно простая. Ну, там, в таком плане. Я говорю, ну покажи фотографию. Она мне показала, я, ну, там, действительно смотрю, шикарная женщина. Я думаю, боже, Саня, куда ты лезешь? Выгоминись, да это вообще не твой уровень, сразу, знаете, день хрест, просто все. Ну, то есть я забыл даже об этом. То есть я, и, а на тот момент, ну, там, я начал уже там понемножку там подкатывать к другой девочке, тоже мне там, как бы, с университета нравилась девочка и все. И мы пошли на концерт Басты. Получается так, что я пригласил уже эту девочку, я уже там, Светы дарил там, что-то, какой-то первый период был. И я ее уже пригласил на концерт Басты. И в день концерта на студию к нам приезжает Аня. Типа, как бы, к Тате. Вот. И как-то так оно все, я ей не могу объяснить. Вот, ну, просто на энергетическом уровне я почувствовал, что вот, вот, близок мне человек. Просто, вот, чувствую, что, вот, как-то, не знаю, что-то пробежало. Вот, не знаю, как, что-то происходит в организме. Короче, и мы такие все встаем на студии, типа, мы едем на концерт, но теперь она такая, ну, одинокая встает, такая, типа, а я домой? Я такой, ну, как-то некрасиво, ну, как минимум ей надо, ну, вот, ну, билет дать, ну, чтобы она хотя бы пошла там с Татой, там, на концерт. Не знаю, как-то, короче, неудобно, жутко было. Я говорю, короче, поехали с нами. И мы поехали, она поехала, там, пошла с нами на концерт. И вот, ну, не знаю, вот, как-то она мне понравилась. И приехала вот девушка, с которой я уже там начинал какие-то там шуры-муры. Я, как бы, как порядочный парень весь вечер провел с этой девочкой, потому что, действительно, я пригласил ее, никого, никаких других вообще планов не может быть. Но вот, хоть я весь вечер провел с этой девочкой, я понял, что мне вот понравилось, она ей ходит, что ты делаешь, ну, типа, вот. И я, ну, я не знал, писать там, что не писать. Мне так жутко неудобно было, что я как будто двоих пригласил. И ее задело, я уверен, то, что, типа, знаете, такой, типа, ловила сразу двоих тут, короче, такой, вроде тут, тут, что, и она почувствовала, что что-то пробежала там, но в итоге пришла какая-то другая девочка, он с ней, а как это, что это, ну, на уровне, знаете, какого-то внутреннего эгоизма, ну, как, я не получила, э, что, что это, как это. Она уехала, не попрощалась даже со мной на концерте, вот, и на следующий день написала мне, привет, как дела? Я говорю, ааа, птичка в клетке! Вот, и с тех пор мы встречаемся, я тоже меняю ее мировоззрение немножко, потому что модельный бизнес дал о себе знать, все-таки она пообщалась в этом не совсем хорошем обществе, с моей точки зрения, да и вообще, мне кажется, потому что там, в основном, девочки такие все продажные, дешевые, то есть, такое, этот, и я ей намного открыл глаза в каких-то там заблуждениях, но слава богу, что она хоть, ну, за свою жизнь совершала ошибок, которые надо теперь, типа, исправлять. Она как-то по грани этого всего черного модельного бизнеса прошла, и сейчас достаточно успешно занимается, я ей прям, чтобы она там на какие-то откровенные там фотосессии, пошла ли что-то такое, никогда там не позволяют такого, да и у нее нет такого там, какие-то рекламки, какие-то там еще что-то там, какая-то реклама одежды, что-то такое входит, ну, то есть, я ее уважаю, потому что мы с ней очень много всяких этапов жизни прошли, она у меня воин, и мне это нравится, что она у меня такая женщина-воин, она борется, она все-таки никогда не сдастся, она очень много, ну, она не лежит на диване, сложа там ручки-ножки, она занимается там своим, там сейчас пошла на курсы актерское мастерство, хочет там, что-то в каком-то кино, если я попробую такое, у меня это вызывает, ну, большое к ней уважение, что человек над собой работает, тоже не идеальный человек, я тоже не идеальный, она говорит, мне кажется, тебя терпеть могу только я, правда, потому что, я такой противный, и такой надоедливый, я как начну на мозг капать, это просто можно повеситься, потому за это ей вообще памятник, моя мама знает, какой она доедет, если я начну, кого-то, каким-то нравоучением, это все, на часы. А как она относится к тому, что вы постоянно там гастроли, переезды? Сначала, вот, ну, так ей тяжело было, я ей собаку подарил. Нерван. Правда, потому что, я понимал, что большой тур, и думаю, она тут, ну, крыша поедет, правда, это очень тяжело, там, постоянно ждать, каждые выходные куда-то уезжают, в будние дни, у меня еще так было, в будние дни съемки сериала, с утра до ночи просто, а на выходные еще уезжают. Но какая нормальная девочка, ну, типа, будет это все терпеть, это очень тяжело. И вот, я ей подарил собаку, чтобы как-то разнообразить ее жизнь, придать, придать какой-то заботу еще над кем-то, то есть, ответственности какой-то, вот. И, на самом деле, правда, я всю жизнь мечтал о собаке. Вот мечтал, и за пару дней до того, как я ей подарил собаку, мы были в гостях у ее родителей, а у них всю жизнь животные, всю жизнь у них там, молчарка была, коты, там все, они очень хорошо относятся к животным, там любят все, и говорят, ни в коем случае не заводите собаку. Это такая ответственность, вы просто не представляете, ну, то есть, вы никуда не на отдых нормально, не поедете, вам постоянно куда-то надо ее оставлять, это большие заботы, это как ребенок, это не так просто завели, как игрушку, нажали на кнопку, там, и она выключилась к компьютеру. Нет, это живое существо, за которое надо нести ответственность. Я послушал это все, и через три дня купил собаку. Я всегда все делаю наоборот, как мне говорят. Что за порога? Лабрадор, черный лабрадор у нас, тим такой вообще просто, собака добро, но вот касательно, вот, кстати, собачьей темы, я когда вот заводил собаку, мне казалось, что все люди любят собаку, все люди добрые, на самом деле, у меня прям комплекс гулять с собакой, потому что, в последние разы, ну, в последний раз вообще на меня бежала бабушка, со словами, сдохни, сдохни, просто, неистыми словами, а во дворе, потому что, типа, отбежал, он у меня, но я-то знаю, что он никогда в жизни не укусит, он максимум залежет кого-то, он вообще не конфликтный, вот прям, даже к собакам не конфликтный, он никогда не полезет, пока его там, ну, он, во-первых, маленький, ему год и три месяца, еще он подросток, так сказать, он никогда первым не полезет, это, сейчас он уже начал давать сдачи, там, если его уже прям прикусят, или что-то такое, даже на него лает, он такой смотри, типа, ты что, дурак? Ну, типа, мир собственно для добра, мы должны дружить, типа, у него добрые глаза, эти уши висят, ну, то есть, и он, Тим подбежал к мальчику, просто, и бабушке, пена сорта, просто, неадекватная реакция, и таких куча людей, соберите собаку, соберите собаку, на нас уже полицию вызывали, уже, ну, просто, от того, что, тоже, Тим подбежал к коляске, понюхать, просто, ну, то есть, ну, вот для меня это, ну, парадоксальное явление, как я могу пресекать в том, что она хочет подбежать, подбежать к человеку, посмотреть на него, и подарить ему свою добрую энергию, а люди, вот, не готовы, они настолько комплекционны, и злые, что 98% собак ненавидят собак, людей ненавидят собак, просто, и меня это так вообще, ну, возмутило, я не мог подумать, что на самом деле, вот такое процентное соотношение, прям настолько не любят собак, вот какая-то агрессия, такая повышенная в обществе, непонятно, ну, ничего, просто так, ну, честно, к Тиму отношусь лучше, чем к половине людей на этой планете, мне кажется, вот, я наблюдаю с людьми, как они, какой образ жизни они проводят, насколько животный мир ими обладает, насколько все банально, вообще, мне кажется, что Тим у меня умнее, чем половина людей, правда, еще и он полезный тем, что он хоть дарит добро в этом мире, он подбежит, всегда там оближит руки, там все, он такой, кем, нигер я его называю, потому что он черный, черного цвета, я говорю, нигер мой маленький, позитивчик такой, это вообще, это счастье, правда, вот, он недавно, Аня съел туфли, там, Роберта Ковали, дорогие, она ревет, плачет, ругает, все, я говорю, ну, вот, правда, вот туфли, я говорю, за год одел один раз, говорю, а он тебе счастье дарит, просто каждую минуту, каждую, это то, что, ну, нельзя купить за деньги, это, это, ну, на этом энергетическом уровне, это добро, которое, вот эти, вот этот комочек энергии, который, вот, не знаю, говорю, ни машина, ни квартира, мне кажется, не подали столько счастья, сколько дарит, вот он, правда, конечно, и проблем куча, сколько он всего сожрал уже в нашей квартире, вы не представляете, он сожрал все, что можно, я ему уже, тупо в квартире в нашей, построил, построил вольер, тупо построил, ну, красивый, конечно, такой, прям, дизайнера себя включил, но построил вольер, потому что, вот, нравится ему жрать все, не кормите собаку, да, кормим, то, 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 меня это уже бесит, просто, ну, почему ты жрешь, да я приду, я тебе там принесу, что-то все, давай, по-нормальному, не, постоянно приду, все, пахать развалено, все, что он только не съел, все зарядки поел, все, ну, короче, это беда, но, на самом деле, это все мелочи, на фоне того, счастья, сколько приносит он, каждую минуту, каждое утро, и, я советую всем, заводить собаку, тогда вы, правда, мне даже самому собаку, на энергетическом уровне, очень много помогла, осознать в этом мире, правда, вот на уровне, природы вообще, того, мы же все животные, неважно, там, собаки, тигры, львы, мы все животные, люди, там, и все, все руководствуемся, какими-то инстинктами, вот собака, прям, подарила, какой-то, тоже новый этап в моей жизни, на уровне какой-то социологии, я к каким-то тоже новым вещам пришел, и стал, у меня стало намного меньше каких-то комплексов и страхов, мне кажется, в жизни, просто от того, что я уже как минимум умею разговаривать с психбольными бабушками, ну, то есть, новые, новые какие-то вещи приходят. Спасибо за позитив, и такой тоже огромнейший тут пласт вопроса по поводу, как закрывался стайл, будет ли трех сезон, вообще, как прошла идея, как это вы создали, будет ли продолжение, и... На самом деле, вот я же говорю, как я познакомился с Ромой, который занимается пластмассовыми трубами, так мы познакомились с директором телеканала НЛО Ваней Бухревес, я вообще даже, там, ну, я не присутствовал при разговоре первоначальном с Ваней, там, ну, тоже, наш друг, который занимается рекламой наружной, при встрече сказал, что вот есть такие пацаны, которые тоже хотят что-то там делать, он посмотрел наше видеоприглашение, которое были связаны там с сюжетной линией, говорит, давайте делать, то есть, вообще, то есть, на таком все, было, ну, в простом уровне, то есть, делаем, мы познакомились, и сразу, пишите синопсис, типа, приносите, будем обсуждать, касательно сериала, что я хочу сказать, вот, знаете, мы те люди, которые, вот, привыкли, либо делать круто, либо не делать вообще, вот сериал у нас, ну, мы сами понимаем, что не получился круто, не так, как мы хотели, ни первый сезон, ни второй, это, ну, в телеканал НЛО достаточно хороший рейтинг этого сериала, и вообще, я по людям смотрю, куча людей подходит, вот, даже сейчас мы видим кучу вопросов, то есть, куча людей, которым он понравился, да, но мы сами понимаем, это не то, что мы хотим делать, это не тот уровень, ну, вообще не то, что мы хотим даже доносить людям, своим там, зрителям, фанатам и все остальное, мы хотим делать все намного круче, то, что мы сделали, это нормально, достойно, особенно за те минимальные деньги, которые мы делали, если сравнить с тем, что происходит вообще, там, в такой киноиндустрии, какие суммы выделяются на хорошую роду сериалы, по типу физрук, да, то это просто, ну, мы за копейки снимали свой сериал, и потому, и много вещей выглядят не так, как хочется, там, какие-то вещи в сценарии не такие сильные, как хочется, ну, вот, все, все, как ни крути, все равно в каком-то роде упирается в деньги, хоть у нас и огромные инициативные команды, которые делают это все не ради денег, а ради того, чтобы все-таки набраться опыта, попробовать, мы как-никак там два года снимали два сезона сериала, и набрались колоссального опыта, для нас сейчас съемки, типа, придумали идею, завтра поехали, все, то есть, ну, то есть, для нас это важно, и мы дорастем до какого-то такого серьезного этапа, чтобы войти в эту киноиндустрию, сделать какой-то прикольный фильм, ну, вот хочется что-то такое близкое к людям сделать, как фильм, например, «Горькая», который мне очень понравился, действительно, такая жизненная история, с интересным подходом в плане съемки, когда там, ну, видно, что там не прямо огромные деньги в этом валенок, по сравнению с тем, что сейчас там даже делают, в русском кинематологов, и сколько вкидывают денег, это все, просто интересный ход со съемкой, от первого лица, и все, и фильм просто собрал бешеную кассу, вторая часть появилась, вторая часть, бред полнейший, просто это, знаете, ну, прям испортили себе историю, как по мне, потому что, ну, уже поняли, что, чтобы не выпустили, заработают бабок, все равно, тоже достойных, типа, и уже это все, вот так все, сначала все зарождается на настоящей энергии, на желании, на эмоциях, на настоящих, оно взрывает, от того, что происходит, скопление такой сильной, настоящей энергии, а потому что, когда понимают, а, сейчас мы срубим, нормально бабосиком, и все, и сразу, но, эта энергия уже совершенно другая, вокруг нее образная, другая энергия, и получается, уже как Голька-2. Как заказал стайл, третьего, возможно, в ближайшее время не будет, да? Его вообще, мне кажется, не будет, будет новый проект, мы не хотим, мы не хотим, мы разводить, какое-то бразильское мыло, с этого, сериала, уже и так, второй сезон выкручивали, додумывали, то есть, не знаю, мне вот это «Солдаты 11» не очень хочется. Ждем новый проект, будет новый фильм, возможно, полнекрашный, да? Я думаю, потому что мы, ну, у нас есть идея проекта, оно «Битва дворов», который мы хотим, социальный проект запустить, на телеканале, на каком-то, сейчас мы его расписываем, обдумаем так, чтобы это действительно было круто, в этом была огромная польза и огромный интерес со стороны зрителей, вот. Ну, это, для меня это вообще, я очень хочу сделать, потому что для меня это три самых любимых дела, это футбол, которым я отдал пол жизни, это музыка, потому что «Битва дворов» будет сопровождаться уличной музыкой, хип-хоп, и это, ну, грубо говоря, телевидение, кинематограф, то есть, три вещи, самые любимые в моей жизни, я хочу соединить в одно, такой синтез, интересный сделать, и сделать крутой телепроект, который, вот сейчас мы, там, над ним работаем. Саша, в двух словах, как это будет выглядеть, с экрана телевизора. Очень круто. Чтобы вы понимали, один из полетов моих фантазий, это полуфинал, играть в самолете «Руслан» на высоте 3000 метров. Вот такие планы. Ну, это вообще, я уже, я думаю, глобально, а там как получится. Но, мне кажется, это было бы круто, чтобы полуфинал прошел в небе, в самолете «Руслан». В самолете «Руслан» не знаю, в космосе. В вакууме полу. Дворовая команда с «Борис Поля» и «Киева». Да, мне кажется, в этом есть и крутость, когда ты не ограничишься в мыслях. А что не сделать полуфинал в самолете «Руслан»? Размеры позволять. Я сразу зашел, посмотрел характеристики «Руслана». Ровно поле минифутбольное. Но заправить «Руслан». Да, заправить «Руслан». Но я даже начал пробивать, вроде говорят, что где-то на заводе Антонова происходят какие-то полеты еще. Тестовые, да. Все реально. Вот. Ну, то есть, мысли глобальные, хочется делать что-то невероятно круто, объединять какие-то необъединимые вещи и обретать какие-то новые формы во всем. Даже в таком телепроекте. Я знаю, что куча людей просто обожает футбол, которые сами тратят деньги на то, чтобы там играть в каких-то лигах. То есть, они в это верят, для них это жизнь. Есть куча людей, которые занимались профессиональным футболом, которые тоже круто играли, но по каким-то стечениям там обстоятельств или по слабости своего характера не достигли того, чего достиг, например, там какой-то Андрей Ермоленко или там какой-то рыбалка, еще кто-то. Ну, то есть, вот. И хочется даже таким людям дать второй шанс стать действительно звездой и прославиться на всю Украину и может какой-то футбольный клуб тоже заберет такого талантливого парня. То есть, мне кажется, в этом живет такая энергия, вот знаете, как в клипе «Мама». Вот она невыдуманная, в этом, ну, она настоящая, я всю любовь отдаю, туда, и я хочу это сделать любой ценой. Прям, прям вообще. Я, вот, для меня это мечта сделать такой проект, потому что это просто то, что я люблю. я всю свою любовь отдам туда и я думаю, что должно получиться интересно. Термулинка, рыбалка, фанат «Динамо Киев». Да, я за «Динамо Киев» вчера очень хорошая игра, между прочим, была на удивление, потому что, просто, ну, я настолько двояко отношусь к «Динамо», я их люблю, знаете, это как вот, любишь стерк, знаете, вот примерно такие у нас отношения с «Динамо». То есть, она постоянно этим мозг дрочит, а ты все равно ее любишь, все равно вот, хорошо к ней относишься. вчера такая борьба была, да, вчера малости, конечно, мечтаю, чтобы Андрей Ермольников все-таки обрел команду еще по серьезнее уровню, потому что, ну, действительно, очень сильный футболист вчера, как он возил, просто, защитника хорошей команды, не самый последний. Просто он чемпион Андрея. Да, действительно, действительно, возил носом, прям, очень-очень хорошо себя показал, мне кажется, что должен быть выхлоп этого всего. Просто хочется ему, действительно, хочется, чтобы, конечно, он не «Динамо» помог, но чисто по-человечески хочется, чтобы этот человек достиг еще больших каких-то высотов, а я прям, ну, уверен, что он уже достиг, ему, вот, я даже смотрю на «Динамо», вот, вот, у него настолько мышление быстрее и правильнее, чем у полкоманды «Динамо Киева», потому что у многих немножко примитивное мышление и ноги дрожат, все остальное, а он просто вот выходит и делает, вот так же, как она «Плянка», так же, вот нету какого-то страха, вот и все, вот он выходит и просто делает то, что он любит, пробует, не боится, самое главное, что не боится. Почему огромная проблема всегда «Динамо Киев», выходим с какой-то из сборной Украины, выходим с какой-то, ну, это, наверное, у всех, это просто психологический барьер, выходим с какой-то хорошей командой и все, коленки дрожат, все умеем делать, не хуже тех, но просто коленки дрожат и ничего не получается, вот, самая большая проблема, а эти выходят и ничего не боятся, ни с циклами просто, красавчик. Спасибо. Тоже большой блок вопросов по поводу проекта «Стольный град». Это не проект, это просто объединение людей, музыкантов, хип-хоп-музыкантов. Это музыкальный проект, все равно это музыкальный проект, как我 querer назвать его? Да, это такая просто музыкальная семья. Даже не проект, это не создавалось, как проект. Просто мы собрались в какой-то момент и, типа, «А давайте как-то все-таки уже там вместе какую-то музыку делаем, но давайте как-то назовемся, и там, что такая... самая дебильная идея была это одного из участников в стольные пещеры, ну, короче, бред вообще был. Даже в Столинград это было, ну, типа, мы придумали такой, ну, так себе, типа, и отправили дизайнеру, потому что у нас какое-то мероприятие было, и надо было что-то там, логотип, все-таки, в Столинград. И он просто реально нарисовал, и так красиво смотрелось. А, ну да, Столинград, нормально, типа, вот как-то так, типа. И с тех пор называемся-то, каждый делает музыку, там, у нас, как бы, один вектор такой созидательный, да, но ребята, у каждого свои, там, какие-то, там, вообще, не знаю, форматы жизни, свои какие-то направления, то есть, они не скрывают, там, эфир бухает. Если я, например, не бухаю, там, вообще, там, противоалпоголя, потому что я, как, вот это начитался, о технологиях спаивания и всего остального. Ну, на самом деле, просто, и могу поведать, что никогда, ни на Руси, ни где, никогда не было нормальным пить. И это все нам впарили, как реклама на телевидении, она уже несколько столетий идет, и нам это привыли, то, что, как будто мы, там, для русского народа, это символ водка, там, для украинского селитра, там, у батька, у хати, типа. На самом деле, никогда такого не было. Я когда-то, я недавно был, ну, как недавно, весной, по-моему, концерт в Запорожье был. И тоже, живя стереотипом, так же, как и многие, кто-то мне ляпнуло, а я повторил. Я зашел, на Запорожье сечи были, в музей зашли, да, на Хортице. И мы зашли в хату, где люльки казачьи были. И я такой обронил, типа, а, казаки еще те наркоманы были. На меня, как напала женщина, которая, там, живет, говорит, ты хоть чужие не неси. Говорит, потому что казаки никогда не были. И это очень сильно пресекалось, что алкоголь, что какая-то там травка и все остальное. И травку, говорит, максимум, что они могли покурить, где-то у турков, где-то там, во время военных действий, где-то что-то там отобрать. И то, говорит, это так пресекалось, что вообще, ну, то есть, не было такой культуры, запрещалось вообще на Хортице пить, за это жесткие наказания были. То есть, это не было нормальным. Это сейчас, нам, каждая вторая реклама, там, алкоголя, сигареты, все остальное. Нам просто парили. Я считаю, люди, которые пьют, ну, типа, там, прям плотно пьют, ну, тут как лохов их разводят, просто и на них зарабатывают деньги. На самом деле, я вот не пью, правда. И объясню свою позицию по этому поводу, потому что вот мне с детства не нравилось. Вот я попробовал, оно мне горькое. А я не привык делать то, что мне не нравится. Вот если сок мне вкусный, то я пью сок. И вот у меня даже день рождения, там, все это, я никогда не пью. Мне просто не в кайфе туда добиться, там, даже каким-то там Бейлис, когда говорят, это же сладкое, не знаю, мне вот не сладкое. Ну, правда, весь алкоголь мне не сладкий. Мне сок нравится, там, какой-то лимонад, там, еще что-то такое. Вот, касательно Стоулинограда. Вот все мы не идеальны. Вот у нас там фирм приходит, мне, да, она говорит, Саня, говорит, так набухался, просто страшно. То есть у них свое какое-то мироразрение. Я им сам не навязываю, ну, там, они считают, что такой формат жизни их устраивает. Ну, то есть... Будет ли новый альбом? Будет новый альбом, будет сейчас скоро новый клип, будет сейчас движуха Стоулинограда 12 декабря, я уже могу анонсировать на арт-платформе. Мы вместе с арт-платформой делаем хит-хоп-фестиваль, ну, первой такого масштаба в Украине. И... Ну, будем под этот фестиваль снимать новый клип, нового вообще уровня музыкального, все, и... И весной ждите новый альбом Стоулиноград. Супер. Время заканчивает, от вас пожелания... Да я не знаю, это все пожелания, постоянно спрашивают, что я хочу пожелать. Хочу пожелать, чтобы вы просто были добрыми, хорошими, все они были людьми. Это самое главное, и потом выйдет и счастье у вас, и деньги будут, и дети с добровыми, и жена хорошая, и все остальное. Если просто вы будете добрыми, сильными, порядочными, хорошими друзьями. Спасибо. Спасибо большое. До свидания.